Ослабленные мышцы происходят по мере ослабления давления на нее. Что это значит? Это значит, что этот тест производится рукой самого пациента, а рука врача сверху. Значит, допустим, кладем пальцы пациента, а сверху кладет палец руку доктора, и пациент сам пытается продавить эту мышцу. Мы корректируем, и если эта мышца продавливается легко, значит, там есть проблема. Потому что, когда пациент сам начинает давить, то мышца стремится эту руку вытолкнуть, а мы не пускаем. И вот этот момент, то есть при нормальной ситуации он начинает выдавливать. Если адаптация нарушена, значит, есть патология. Не поняла разницу между предыдущими. То есть все время принцип такой, что если она при давлении ослабевает, то это нарушение адаптации. Да, принцип такой, да, но если тот тест мы проводим на мышце, которая заведомо проблемная, то этот тест мы можем проводить на любое мышце, эффект будет тот же самый. Так называемая провокацией. Значит, кроме того, вы вряд ли будете действовать, воздействие на введение гормональных препаратов, это в принципе нет смысла этим заниматься. Препарат не точно. Да, и не будете вы этого делать, поэтому мы даже не будем об этом и говорить. Значит, любой, мы с вами говорили о том, что любая дисфункция организма вызывает нарушение в тряде здоровья, то есть в мышечном действии, в действии органов и в действии психоденных моментов. Так вот, так называемое, вот это нарушение тряда, да, называется системные дисфункции. Или синдром, который проявляется при нарушении этой тряды, называется синдром системных дисфункций. Этот синдром может быть вызван как в ситуации, связанной с нарушением генотипа, сейчас я объясню, что это такое, так и с нарушением фенотипа. То есть это может быть связано с ситуацией чисто генетическими особенностями органов. Майя это очень хорошо, как меня понимает, немножко попроще все-таки объясню. То есть та предрасположенность, которая наследуется, она наследуется именно предрасположенность. Она может проявиться, может не проявиться, может проявиться в определенные моменты, может проявиться при определенных ситуациях жизненных человека, то есть что-то может стимулировать. То есть при прочих ранных условиях в организме одного человека что-то происходит, а в организме другого ничего не происходит. Это, если это происходит, это заложено на генетическом возрасте. И второй момент, который может на это дело повлиять, это фенотип, то есть это среда обитания, в которой человек живет. То есть, скажем, да, это может не быть, он переезжает, вы это прекрасно знаете, допустим, да, в России ничего не было, переехали в Израиль, и что-то вдруг стало появляться, и наоборот прошло. То есть, вот это себя, ничего не изменилось, наследственность не изменилась, так сказать, изменился вот то, что вокруг, да, фон, причем и быт, и климат, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот. Фонотип. Фенотип. Фонотип. Нет. Скорее, фон изменился. Можно сказать, фонотип. Ну, вот фен, значит, изменился фен. Значит, причем здесь мы должны понимать, скажем так, многие сейчас особо стали задумываться и к этому приходят, а вот кинезиологи без этого не могут оценить ситуацию. Значит, мы должны понимать, что вот эти проявления, как генотипические, так и фенотипические, то есть изменения не предрасположенности, а именно их реализация, она происходит под воздействием стресса. То есть, а мы с вами помним, что одна из составляющих нас – это психогенные факты. То есть под воздействием стресса запускаются процессы, вызывающие дисфункцию. То есть можно сказать, что ведущим механизмом, запускающим любые дисфункции, является стресс. И таким образом мы с вами, как бы, да, приходим к созданию такой вот, как бы, развитой системы возникновения патологии в человеческом организме, А именно, значит, существуют какие-то моменты, либо заложенные, либо приобретенные в человеческом организме, которые, скажем, да, с которыми человек существует, и он не проявляется. В момент стресса, да, в момент нарушения дисбаланса психоэмоционального запускаются проблемы, с одной стороны, нарушения гормонального фона и так далее, и так далее. То что такое стресс? Ну, если уходить глубже, выброс адреналина, либо норадреналина, в зависимости от психотипа, в моей таблицкой понятии, значит, и соответственно, эти гормоны определенным образом влияют на человеческий организм. Дальше нарушается нейрорегуляция, то есть нервная иннервация, грубо говоря, да, идущая от спинного и головного мозга к органам и системам, которые воспринимают это. Это оказывает влияние на мышечный тонус органов и системы, на мышечный слой всех органов, любой того или иного органов и системы. Это, соответственно, переходит по ходу нервных клеток, переходит к мышечной структуре, к скелетной мускулатуре, и скелетная мускулатура реагирует к повышению тонуса. То есть, как бы, круг, да, круг мы замкнули. И наоборот. Вот очень интересно, что, да, создатели психогенной теории рассматривают это в одну сторону, а теперь, я думаю, что вот ЕСЭФ, она как раз сталкивается с ситуацией немножечко обратно. Ситуация обратная, да, проблема в органах и в системах, скажем, да, мы не будем, по каким-то причинам она возникла. Получается, тонус идет, да, к коре головного и к рогам спинного мозга, запускается процесс анализа этого дела, да, и это вводит человека в состояние стресса. Выбрасываются гормоны и запускается по кругу. Вот почему, да, человек, как бы, получается ситуация, когда он сам себя... Накручивает. Ну, накручивает, сам себя, разъедает, сам себя... Ну, естественно, стресс легко вольти, но очень трудно из него выйти. Потому что этот процесс идет... Ну, это самоиндукция, это известная вещь. Да, я не говорю, я же не открываю вам Америку, я вам говорю о том, что... Причем, видите, механизмы, они идут и в эту сторону, и в другую. То есть, с одной стороны, стресс является запуском патологических процессов, и мы с вами тоже тут никакой Америки нету, да, расхожая фраза «все болезни от нервов», она на самом деле подразумевает не то, что нервная система нарушается, а то, что человек в состоянии стресса запускает патологические процессы, а вот уровень зависит от эмогенной фенотипа. То есть, если... Почему хорошо работать с детьми? У них, как правило, отсутствует самоиндукция. Да, но у них... У них есть родители, которые это здорово компенсируют. Вот. Вот да, почему, допустим, человек, вот скажем... Почему плохо, когда люди в интернете читают о болезни? Они уже начинают себя воображать, и все это запускается. Да, да, да. Это называется симптом студентки третьего курса мединститута, когда начинается пропилактика, интуиника болезни, находят все болезни у себя. Вот. Кроме... Друг заболит, да, и вдруг заколит тут? Да, 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 да. Кроме родильной горячей, и то у мужчин. Значит, так вот, мы к чему пришли? Мы пришли к тому, что, смотри, скажем, да, два человека. Попадают в состояние стресса одинаково. Ну, скажем, да, общие моменты примерно одинаковые. Тво, возраст, комплексы, там, миазмы, да, примерно одинаковые. Но у одного, скажем, отец страдает язву из желудка, а у другого, скажем, мать страдает бромхиальная астма. Так вот, при одинаковом стрессе у одного будет язва, у другого астма. Будет. Будет. Причем, это вот почему, казалось бы, почему не стресс один? Механизм запуска разный. Если мы возьмем, не зная это ничего, и возьмем, скажем, определенные личные структуры, то мы увидим до того еще, как это появилось, что у человека, которого, скажем, язва, да, в анамнезе, в генетике, у него напряжение уже будет в мышцах, отвечающих за желудок, мышечный тонус там, а у этого бромхиальная система. Если мы, если они с этим столкнутся, да, по каким-то причинам, ну, допустим, съел что-нибудь, да, или там попал в какую-нибудь там полосу частых болезней ОРЗ, предположим, да, вот, это выйдет туда, в одно и в другое заболевание, и причем те и другие попадают в состояние стресса, и это заболевание будет прогрессировано. Причем, если это начнет, скажем, с гастрита или с какого-нибудь там хронического бронхита, то они моментально выйдут в хронику. Классическое продуцирование. Да, 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 да. Вот почему, спрашиваю, что при меня, чем хороша кинезиология? Кинезиология, она хороша тем, что ее можно применять независимо от того, так сказать, узнал человек об этой проблеме, попал он в стресс или не попал. Можно определить раньше. Зная продуцирование той или иной мышцы на внутренние органы и протестировав в виде напряжения, можно сказать, друг, там, ты через полгода такой жизни получишь язву желудка. Поэтому давай мы будем начинать лечить, у тебя пройдет тот же гастрит и так далее. Точно так же работает крайне сакральная терапия. Возвращаясь опять же к преимуществу знаний многих методик. Только там организм сам определяет. При работе микронно-сакрального терапевта организм, направляя свое движение спинномозговой лимфатической жидкости к больному месту, он сам определяет то место, которое для организма проблемное больше. У меня были пациенты, когда мы лечим одно, не лечится. Я вам рассказывал, по-моему, на курсу. Ты не была, Давид был, поэтому его нет. Когда у меня пришел, как уже конкретно, пришел молодой парень лечить заикание. Вот, все, я больше о нем ничего не знал. У него заикание, заикание, оно ему мешает, оно хочет от него избавиться. По работе он не может продвигаться и так далее, и так далее. Начали работать. Сеанс 2, 3, 4, 5. Нет улучшений. Что такое? Нету, 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 нету. Я говорю, Саша, что у тебя в организме вообще ничего не поменялось? Он говорит, заикание не поменялось, но был язвенный колит, который прошел. Я о нем понятия не имел, что лечить язвенный колит, мне просто не пришло в голову. Но организм определился совершенно четко, что это проблема номер один. Как только прошел колит, стал проходить заикание. То же самое организм подает сигнал, он напрягает мышцы. Мышца напряжена, значит, соответственно, есть проблема, которая дает для организма, которая мешает, которая проблемит. Он еще не встретил, он еще не знает об этом. Если ничего не делать, то есть он узнает, это заболит. Раз боль, значит, стресс, и все запускается по своему замкнутому кругу. Поэтому это один из методов, который позволяет, почему мы с другой стороны, как мы выходим на тестирование. Понятно, что человек, который ничего не чувствует, он не придет. Но довольно часто бывают ситуации, когда приходят с одним, а мы находим совсем другое. Причем это в любом разделе, это альтернативная медицина. Причем не просто не в том месте, но и вообще другое, о чем мы даже не подозреваем. В принципе, это логично, потому что все в организме церемонт связано? Естественно, естественно. Мы к этому и приходим. И вот, и, а поскольку это еще не закрутилось в этом порядке, то мы, вот, мы эту цепочку прерываем. Чем хороша кинезиология? Не, а что значит приходится одним, а нам ходится на другое? Я пытаюсь подумать, вот, как бы, если ко мне с чем-то приходит, то обычно, собственно, я нахожу и то, с чем приходит, и что-нибудь еще. Это, как бы... Дело не в этом. Дело в том, что... Дело не в том, что находишь, а дело в том, что для организма проблем нет. Скажем, он пришел с какой-то проблемой, которая, ну, где-то, может быть, беспокоит, но она не запустила разрушительные моменты. Нет, ну, вот, пример, например, приходит человек, у которого болят пятки, да, то есть, как бы, развивается эта знаменитая пяточка межгорода, да. Значит, так она находится, ну, и находится, скажем, ее причина, да, а причина может оказаться довольно не банальной. То есть, например, вот, ближайшие, так сказать, последние пары недель, это вот одна дама, у которой стоит, простите, гормональная спираль. И, как бы, у нее, видимо, началось изменение гормонального фона, и в связи с этим, значит, этот гормон начал делать то, что делает обычно при беременности. То есть, начали распускаться связки, и, соответственно, значит, все просело. Ну, она делает не только это, то есть, она сделала пятки, но она сделала еще там именно количество, да. Но пятки-то были. Так вот, я об этом не говорю, да, но проблемы-то для... Это потому, что вы профессионалы определили это, правильно? Так же, как у меня, когда они приходят, например, с обычными проблемами, или повышенное количество мигрени, или плохо спят ночью. А то, что потом нужно определить, это может быть, это и гормональный фон, это может быть, считает... Но это не отменяет того факта, что они плохо спят ночью. То есть, это есть. А у этого есть какая-то причина. Нет, ну, если мы... Дело, причина, причина-то не в голове. Не важно, причина может быть какая угодно, но, как бы, явление имеется, и у него имеется причина. То есть, то, что вы говорите, явление-то есть, а причина у него где-то, не знаю, там, болит горло, лечит хвост. Это может быть. Так нет. Но, как все равно болит. Правильно. Дело не в этом. Дело в том, что... Все тут, я говорю немножко о другом. Вот смотри, у него, у него, у нее, допустим, да, у нее, положим, шпора, ну, связанная с нарушением обмена веществ. Сейчас мы ее, как бы, трансформируем немножечко, да. Вот. Она приходит лечить конкретно шпору. Начинаешь заниматься процессами ее обмена веществ, диагностики и все. И вдруг находишь, что у нее, скажем, развивается миома. Которая она не знает. Которая никакого отношения к этой пятке не имеет. Но для организма это становится... Это ведет к стрессу. Это ведет к тому, что если она... Если бы она не диагностировалась, скажем, да, то через какое-то время встал бы вопрос о том, доброкачественная или злокачественная. И пошел бы механизм уже в этом. Уже забыли про пятку. Механизм в этом. И она стала бы злокачественной. Запустился бы стресс и все. И она сама себя, как бы, вела в состояние вот этой вот... Такой... То есть ты тоже, значит, тоже наверняка с этим сталкиваешься. Не, ко мне они приходят уже, когда у них есть. Ну, вот я думаю, а к мая они приходят, когда у них там только начинается. Есть, есть. Есть много разных случаев. И нет, я же не говорю о том, что вот только так. И так, и так. Но в данном случае организм выбирает с одной стороны сам, что у него определяющее. А с другой стороны может возникнуть ситуация, когда еще организм... То есть он что-то идет, но в состояние стресса организм еще вот в это для этой области не попал. Поэтому мы как бы диагностируем до того, как запустился механизм, как пошла эта триада. Понятно, я думаю? Понял, да. Да, да, да. Вот. Вот. Как дисбаланс, да, все. Меня потихонечку уводите, и я начинаю терять. Но...